Доброе утро! Время новостей. В студии Анна Москаленко и начну этот выпуск. Накануне 9 мая жителям Барнаула раздавали георгиевские ленточки. Поздравляли с наступающим праздником и вручали символы доблести волонтеры Победы. Такая акция проходит на территории всей страны ежегодно. Наша инициативная группа раздает георгиевские ленточки в людных местах города Барнаула. Мы делаем это на безвозмездной основе совершенно. Возникает много комических ситуаций, когда люди предлагали деньги или спрашивали, сколько она стоит. Но мы всем объясняем, что это совершенно бесплатно. Плюс ко всему мы выдаем информационный буклет, где описывается, каким образом носить ленту, повязать эту ленту. А также там еще описана история ленты. И мы тем самым знания эти популяризируем в обществе. В честь столетия органов контрразведки России в Барнауле высадили памятную аллею. Молодой черемуховый сад появился рядом с историческим зданием. Домом купца Бухалова на улице Интернациональная, 82. Здесь с августа 1922 года располагалось первое в Алтайском крае подразделение контрразведки, отвечавшее в первую очередь за борьбу со шпионажем, бандитизмом, контрабандой и незаконным пересечением государственной границы. Сегодня в Барнауле пройдет выставка ретроавтомобилей. Какие машины будут представлены и кто восстанавливает старую технику, смотрите в сюжете Артема Тарасова. Я на такой машине начинал работать водителем, но в то время таких приборов еще не было, как сейчас на этом автомобиле. Знакомьтесь, Виктор Алексеевич Огарь. За рулем с 1949 года. С тех же времен несменным атрибутом его образа является и шоферская кепка. Свой водительский опыт начинал именно за таким автомобилем ЗИС-5. Сейчас с упоением разглядывает транспортное средство, на котором он обучался. Сейчас Виктор Алексеевич подсказывает мастерам, как правильно ухаживать за ретроавтомобилями. Долгое время ему приходилось заниматься снабжением транспортных предприятий, поэтому он знаком с машинами, как никто другой. Приборы. Это подсос, это вот зарядка аккумулятора, это температура машины, это газ поставить, держать, это руль туда-сюда, это свет туда-сюда. Вот такие дела. Среди экспонатов есть множество легендарных моделей. Чайка, Победа, Москвич и многие другие. Все они на ходу. Познакомиться с ними поближе можно будет в День Победы с 9 до 14 часов. Выставка автомобилей пройдет на парковке Барнаульского автовокзала. Артем Тарасов, Анатолий Фукс. Новости. Уже в июне зрители телеканала Катунь-24 увидят премьеру короткометражного фильма «Варежка», снятого моей коллегой, режиссером Еленой Хорошавцевой. Это история о том, как пара варежек и одна записка изменила судьбу двух человек в годы Великой Отечественной войны. В основу сюжета легла новелла из сборника алтайского журналиста Анатолия Муравлева «Матенина любовь». История о том, как из Барнаула на фронт уходили посылки с солдатом и из-за одной такой посылки и познакомились главные герои фильма. Съемки уже завершились. Проходили они в Шипуновском и Куринском районах. 13-часовую съемочную смену отработал 4-летний сын одного из актеров фильма. Еще один любопытный момент, то что некоторые актеры, которые снимались в «Варежке», актеры непрофессиональные. И самое классное всего этого. Люди настолько вжились в свою роль, что отработали не хуже любого суперского киноактива. Достоверность одежды советских солдат и оружия консультировал клуб реконструкторов «Боевая колесница». Основные батальные действия снимались в укрепрайонах Шипуновского района, где уже по традиции ежегодно проходят встречи реконструкторов. Премьера фильма «Варежка» состоится 22 июня на телеканале «Катунь-24». И на этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова